Вчера шубу принесла, вечером соседка подушку принесла, а этот коврик принесли, ну чтоб теплее не было так. Сердобольная Тамара Петровна навещает осиротевших животных каждый день. Маргарита Кириллова была ее подругой. После того, как в конце октября старушка умерла, за ее любимцами заботиться больше некому. Тамара Варламова своими руками обустроила возле дома некий шалаш из веток и старых вещей. Местных жителей такое соседство решительно не устраивает. Я сегодня в 5 часов утра, так она запуталась в проволоке, она ходит и хромает. Вон, видите, ходит и хромает. Вышла, чтобы на самом деле, чтобы вот этого визгодни не было, вот это ненормально уже. Покойная любительница животных всю свою жизнь прожила в компании четвероногих. Из-за этого собачницу не взлюбили соседи. Их понять можно. Собаки жили в квартире и на улицу выходили крайне редко. В 2009 году Маргариту Кириллову вместе с питомцами выселили из благоустроенной квартиры. На новом месте жительства у собачницы также начались проблемы с соседями. Неоднократные суды, ссоры, а вдобавок возраст и болезни свели старушку в могилу. Родственников у покойной нет. Квартира отойдет муниципалитету. Естественно, без собак. Особо недовольные местные жители грозят четвероногим жестокой расправой. Сказала, кашу сварит, крестиного яда наложит и накормит их. А если не уберется, бензином обольет, вот это все подожгает. Однако расправно беззащитными собаками чревато последствиями. Уголовный кодекс предусматривает наказание за жестокое обращение с животными. Штраф 80 тысяч рублей или общественные работы. В некоторых случаях предусмотрено даже ограничение свободы на срок до одного года. Как законным и гуманным способом избавиться от животных, знают в Управлении городского хозяйства. Заявку от них позвонить просто и все, сказать адрес. И в течение месяца собак заберут, да? Да. А их в дальнейшей судьбе не знаете, они в приюте останутся или автаназия? Не в курсе. 24 ноября в Кунгуре состоится благотворительная акция «Дорога домой». Из Перми в рамках акции будет привезено более 30 животных, которых неравнодушные кунгуреки смогут забрать себе. Мы обратились к пермским организаторам акции и узнали, есть ли возможность у собак с улицы Бочурина обрести новый дом. Также можно будет привезти, чтобы их, может быть, кто-то заберет на пристройство, конечно. И у нас есть девушка, которая активно готова помогать. Я думаю, что она может этих собак тоже взять на кураторство и пристраивать. До начала акции осталось 12 дней. Если местные жители потерпят до 24 ноября, то есть вероятность, что у осиротевших собак появится новый дом. А если в городе есть неравнодушные люди, пускай они придут и заберут этих животных. Найти их несложно. Они живут возле дома по улице Бочурина, 41. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания Кунгур.